Сегодня что-то про февральскую революцию, а мы обсудим. Я со своей точки зрения сделаю такое короткое вступительное слово, выскажу пару мыслей, которые, я надеюсь, будут затравкой для дальнейшей эскурсии, а потом, как делают хорошие профессора семинаров, они высказывают какую-то мысль, а потом в следующие уже полтора часа говорят студенты. А профессор сидит, там закусывает, который вроде как служит, и так проходят его обучение. Итак, как я понял, наша встреча сегодня посвящена февральской революции, и по поводу февральской революции, по-моему, уже, в общем-то, сказано все, что только можно было рассказать. Я изложу только вот три момента, которые представляются мне интересными, как историку и практикующему Украину. Значит, первый момент, это, конечно, более близкий. Мне вопрос, это вопрос коронеческий. Ирония истории заключается в том, что вообще наш город Петербург-Петербург-Гатлий и Град Питер, он был в свое время заложен именно как контрреволюционный проект. То есть это был объект, который должен был противостоять революцию. Почему? Потому что 17-е столетие в России, это была и эпоха перманентной гражданской войны. Мы вспомним, что все это началось с муты, потом идет медный мут, просоледной мут, восстание Разина, Соловецкое сиденье. То есть Россия находится в постоянном состоянии кризиса и гражданской войны. Покровский утверждал, что грузуазная революция – это вопрос дискуссионный. Лев Довыд-Дочетаровский, как я помню, был с Покровским не согласен в этом вопросе. Но это тема для отдельного семинара. И данный революционный период у нас заканчивается с приходом власти Петра Алексеевича, императора Петра I, который здесь был весьма травмирован всеми этими событиями. Он попал в основе стрельцов. На его глазах его просмотров кидали на копьях, прямо на красном лице Московского гребля. Но он понял, что такого больше не должно повториться. И как решением проразума, одним из решений проблемы, он устраивает новую столицу, где он желает быть совершенно независимым от Москвы, с его огромным бунтажным фасадом. В принципе, у Петра в этом отношении были предшественники. Прежде всего, французский король солнца Людовик XIV, который также удалился из Парижа, с его фронтой, с его бунтующим населением, и устроил себе Версакин с Фременными и... Что они там играли? Где-то не будет. В 18 веке. С Марьяжем. Петру I пошел по тому же самому пути. То есть он покидает Москву, устраивает перед этим в Москве небольшой террор, отправляя всех столицов, кого на плаву, кого на весельцу. И в 1731 году основывает свою столицу, свой парадиз, наш город. Где, в принципе, в дальнейшем, должен сказать, у Петра было большое количество преемников. Если мы вспомним, то столица большинства англостасковских стран находится как раз в таких небольших городах, где администрация может их спокойно оправить вне зависимости от народных масс. Столица США находится в Вашингтоне, отнюдь не в Нью-Йорке. Столица Австралии находится в Карнберре. Я считаю, что Карнберра, Атталья, Атталья, Атталья. Ну и как бы Аддонал, я думаю, не просто так решил устроить столицу Западной Германии в маленьком провинциальном городе. Так что как раз хотели правители править в удалении от народных масс. Но Петр Алексеевич у нас совершил роковую ошибку, роковую для истории его семьи, поскольку оказалось, что можно, к сожалению, как бы от социальных протестов и от классов общественных классов далеко убежать не удастся. И дальнейшая история династии Аддия Романова стала тому иллюстрацией. На протяжении всего 18-го столетия Петербург становится городом, где у нас царь его убивают с такой регулярности, как его и при московской государстве даже не стало. Уже в 1725 году у нас первый дворцовый пиарь ворот. На короткое время после этого двор возвращается в Москву, однако после того, как московское дворянство пытается навязать император Теаньяновне конъекции, она уезжает из Москвы в Петербург снова и пытается здесь отсидеться. Но потом уйдет целая череда дворцовых пиарь воротах в 1741 году, в 1742 году. В 1762 году у нас убивают императора Петра Федоровича, мир его права. Приходит к власти Узу Патоша Екатерина, которая потом еще одного монарха убила Иоанна Анатольевича. То есть говорят большевики, большевики, а ведь Екатерина сразу двух монархов не махала, раздавела это самое, ничего. Стоит в повестнике и прямо перед Александринским театром. Потом у нас убивают Павла Петровича в Михайловском замке. То есть у нас в городе есть определенная эстетическая традиция кровь царей по нашим основным для вас в рекой. Но это были прежде всего конфликты внутри правящей элиты, то есть правящий класс дворянства, феодалы, они пытались таким образом осуществлять контроль над правящей династией. То есть, как сказала известная французская писательница, в России, да, самодержаве, но оно ограничено так. И это проявлялось на практике. Проявлялось примерно до 1825 года, когда происходит восстание декабристов, которые с одной стороны имеют многочисленные призывы дворцового переворота и своей традицией восходят к новационным переворотам, то есть перстанье, я зря общался с Испанией. Участникам, организаторам свержения Павла Петровна, а с другой стороны имеют уже элементы раннебуржуазной революции и очень напоминают аналогичные военные заговоры, которые в то время происходили в Латинской Америке, в Испании, в Италии. И вот есть такой популярный дискуссионный вопрос, что было бы, если победили декабрист. Ну, мы можем посмотреть, скажем, на Испанию или на Латинскую Америку, их историю в 19-м столетии. Вот, скорее всего, те же самые процессы происходили и в России. Вот, но в остальном декабристов постигло неудачу. Еще Петербург, еще полвека продолжал оставаться военной столицей, резиденцией императора, где 40% населения составляли гвардии, моряки и отставные военные, а остальное население – это был двор, какие-то немцы или местники, которые обслуживали нужный двор, и немногочисленная интеллигенция, которая также должна была своим присутствием придавать блеск к престолу. Но все не денется после обмены крепостного права. И как только отменяется крепостное право, начинается процесс урбанизации. И в Петербург устремляется, с одной стороны, огромное количество христиан, которое стремилось на заработки, им нужно было платить выкупные латюжи. С другой стороны, город направляется от дворянства, которое хотело эти выкупные платежи здесь потратить на дело, сделав эти корреты, стали архитекты империи. Население Петербурга за вторую половину XIX века вырастает на полмиллиона человек. То есть, если на конец царствования Николая I составляло уже 500 тысяч человек, то к началу XX века оно доходит до 1 миллиона 200 тысяч человек. И к тому периоду, к началу XX века, в Петербурге уже вызывает рабочий класс. Причем рабочий класс совершенно уникальный. Это рабочий класс очень молодой, то есть средний возраст петербургского рабочего до 30 лет. Очень радикальный, поскольку он видит контраст. То есть, с одной стороны, вот представительный Санкт-Петербург, вот эти вот районы, где мы сейчас находимся, вторая сторона, которая была застроена буквально в первой четверти XX века после постойки Троицкого моста со сушенными квартирами, домами в стиле модерна, это пятикомнат. А с другой стороны, это городские окраины, это Выборгская сторона, это за Нарвовской заставой, за Уховской обороны, где люди жили в средневековых условиях, практически мы избавали. И, кроме того, нужды промышленности, нужды российской военной промышленности, потому что Россия позиционировала себя как военная держава, и России требовалось развивать экономику промышленности именно для того, чтобы оставаться лидирующей военной державой, то есть промышленность была прежде всего ВПК. Она требовала грамотных кадров, и, так скажем, среднеобразовательный уровень рабочего был, в принципе, гораздо выше, чем в среднестатистическом последнем. То есть, по-моему, до 60% рабочих в Петерограмме умели читать и писать, что это, конечно, было, как я понимаю, среди мужского населения грамотности Фавросии на тот момент достигало лет 15%, не больше, а это был достаточно высокий. Но, как бы, численность, естественно, менялась. И, естественно, эти люди чувствовали свое ущербленное положение. Добавим, что Петроград в Петрограде также был информациональным. То есть, как сегодня миллионы людей перемещаются по всему миру в Польском зале, такие же процессы у нас присутствуют и в начале, и со 3,5-19 века. То есть Петербург – это город мигрантов. Но мигранты тогда были в основном не из Средней Азии, как сегодня, а прежде всего из соседних регионов. Это Финляндия, Эстония, Латвия, Вологодская область. То есть рабы, чьи в Петербурге, скажем, на Финляндской железной дороге работали практически одни финны. Было много рабочих немцев, было много рабочих латвишейстов. Тоже, кстати, люди достаточно образованных и которые понимали, что их статус не соответствует их уровню образования. То есть их статус в обществе. И в конечном итоге это приводит к череде революционных взрывов. Первый революционный взрыв – это революция 1905 года. Второй революционный взрыв – это революция 1917 года, прежде всего. Я склонен рассказал рассматривать русскую революцию как один процесс. То есть революция начинается в феврале 1917 года, и она продолжается примерно до 1921 года. То есть это на протяжении нескольких лет, пока формируется советская власть. И Октябрьская революция – это лишь один из элементов большой русской революции. Различные конспирологи, прежде всего, от власти, они пытаются объяснить революцию каким-то заговором. Вот сидели либералы, прилили триги, естественно, на кровавые деньги кровал Кайзера, потом вышли в великую тысячелетнюю монархию, которая уже вот-вот должна была победить Первую мировую границу, сверли одним щелчком. Естественно, никаких серьезных доказательств связей между какой-то великокняжеской фронтой или генеральской водовой фронтой и рабочими, которые 8 марта по старому стилю вышли на Монсанте и Петрогане. Естественно, генеральным историкам найти я не удалось. То есть суд был отдельно, мухи были отдельно. Но, с моей точки зрения, как бы февральская революция была неизбежна, потому что мы видели генеральную репетицию этой революции. Она произошла в июне 1914 года. Если кто-то смотрел старый советский фильм, старую советскую трилогию про Максима, вот там есть второй фильм, который называется «Куборская сторона». И там как раз нашли свое отражение события всеобщей заобоставки в июле 1914 года. Когда заобоставало более 200 тысяч рабочих, они взяли посаду полицейских, делали участки, построили баррикады. То есть события развивались абсолютно точно так же, как они развивались в феврале 1917 года один к одному. Но против революции в тот момент сыграл субъективный фактор. В власти была, во-первых, более стабильна, то есть отборные гвардейские части находились в городе. Затем было лето. То есть если в феврале 1917 года рабочие смогли пройти центр города и распространить эволюцию на все его районы, то в 1914 году власти смогли развести мосты, из-за них восставшие кварталы, а потом на выборскую сторону бросили 1-ю гвардейскую каверийскую дивизию, которая опила выступление в Крэмпе. Ну а после этого сразу же начинается Первая мировая война. То есть в отличие, как говорили в советское время, от буржуазных историков, которые утверждали, что русская революция стала результатом Первой мировой войны, моя точка зрения заключается в том, что Первая мировая война, она только отстала срочью от февральского революции, которая так или иначе была видна. Затем еще один важный момент, я хотел бы сказать, что февральская революция, как и и русская революция, это была частью общей мирового процесса, то есть печальная новость для правящего класса беда от нами приходит. В принципе эпоха, о которой мы говорим, это эпоха глобальной гражданской войны, датировка этого периода достаточно проблематична, но мы можем уже видеть, что первая революция, русская революция пятого года, потом происходит революция в Турции, в Маладочевской революции, потом происходит революция в Иране, потом происходит революция в Мексике, революция в Китае, это вот где-то 1919 год, если я не ошибаюсь. И одновременно же с русской революцией начинается волнение практически по всему земному шару. От Японии не происходит революция, но уже чуть позже года, по-моему, 1919, до выступления в Египте, выступления в Аргентине, в Латинской Америке, даже в этот период проходит единственная история Канады, всеобщая забастовка. То есть революционный процесс, он был действительно глобальным, был всемирный, и русская революция, как я сказал, был одним из эпизодов этого всемирного процесса. И были причины, которые были, конечно, противоречия открывшихся в капиталистическом обществе того уровня. Затем, третий момент, на который я хотел бы обратить внимание в своем вступительном условии, это тот факт, что февральская революция была только первым эпизодом русской революции, потому что потом проходит, а происходит следующий эпизод, это октябрьская революция. И давайте ответим на вопрос, вот почему одни революции имеются. Несколько этапов, а другие на первом этапе заканчиваются. То есть вот недавно, в 2014 году, у нас были события на Украине, и очень часто можно было услышать от различных товарищей в интернете, в том числе, что, ребята, это только начало. А вот потом будет второй Майдан, третий Майдан, и вот потом уже будет республика автономных Майданов, это самое, с фантастической вот свободой и демократией, это самое. Но надо понимать, почему происходит следующий этап, это потому что не решены все противоречия обществе. То есть февральская революция была, прежде всего, буржуазной революцией, и она ликвидировала абсолютную монархию. Но самое смешное, что даже она не решила все задачи буржуазной революции. Так скажем, земельную реформу она не провела. Однако в России уже на тот момент существовало сильное рабочее движение, и пролетарь не был классом в себе, каким он является, например, сегодня на постсоветском пространстве. Он был классом для себя, он себя осознавал как класс. Он был организован, то есть существовали рабочие партии. И этот пролетариат мог выступить и заявить о своих революциях, что и произошло во время второго этапа русской революции, революции 1917 года. Естественно, в каких-то других революциях мы не можем видеть организованного пролетариата, который мог о себе заявить о каких-то других социальных групп. Например, во французской революции была мелкая буржуазия, которая выступила, которая поддерживала якопинцев. Поэтому во французской революции тоже было несколько этапов. А другие революции останавливаются на стадии буржуазной революции и идут дальше. Революция в России пошла гораздо лучше. И именно это определило ее, как говорили опять же в советское время, всемирно-историческое значение. Ну а по своему влиянию на мировую историю, безусловно, русская революция и прежде всего революция большевиков – это одно из центральных событий мировой истории. Тут, я думаю, трудно было найти сражение на этот тезис, потому что изменения, которые за ней последовали, ну и самим только радишься с изменениями, которые последовали после революции французской революции. Вот таково было мое краткое вступительное слово. И я надеюсь, что другие, уважаемые собравшиеся, прежде всего товарищ Мур, я чувствую, хочет что-то сказать, меня поддерживают и продолжим с нашими людьми трудами. У вас есть какие-то вопросы? Да, может быть, какие-то вопросы я поплачу. Все по февральски или в Евангелии? Да, можно. В Евангелии по 3-4 октябрьски. Но кто-то не поукраински. Да, это очень важно. А просто нужно спросить, а почему вы как бы, так сказать, заканчиваете революцию, скажем, 20-е годы, или какой год назвали, 20-е, 20-е годы? Ну, я понял. Конечно, датировка – это вопрос очень спорный. Потому что, вы знаете, говорите, будем вообще как бы заканчивать период 56-й год. То есть, вот, общая прописка, гражданская война, она идет там где-то все, депутатироваться на 56-м годе. Тут это все, да, это как бы такой интересный тезис, можно обсудить. Но, в принципе, я думаю, что вот где-то к 21-му году советская туристическая система, в Советской России, в РСФЦР, она сложилась в той или иной этой тезис. Поэтому, как раз, я в 21-м, ну, может, 22-м годом закончится о том, что в Союзе может быть. Понятно. Нет, просто, понимаете, что я спросил, потому что после этого события произошли, скажем, ну вот, ЛЭП начался, потом началась эта самая криптилизация, то есть, землю опять у крестьян, как бы, изъяли, понимаете. То есть, это все продолжение революции, по идее. То есть, то, что получилось сначала, потом было как-то отыгранно. Ну, как или в советское время, нету революции, есть революция начало, нету революции грамца. Но вот она продолжилась практически, это Михаил Семенович Корпачев, который провозгласил возвращение для Кемина, потом по сути, Тернидор произошло. Ну, вместо возвращ... А точнее, Тернидор произошло, я прошу прощать. Революция революции, у нас произошла революция, революция, потом по сути, 100%. А Тернидор просто выканчивается? Ну да, Тернидор это как бы в Оке-Руссии все вычитали. Ну, то есть, ну, то есть, июрополитарский панапартизм, то есть, вот у фракции запомнил Панапартизм. А в прошлом году представлены, ничего не было бы? Нет, безусловно, Советский Союз менялся. В результате Советского Союза было многое там, когда говорят, что вот советское время не менять. А о каком Советском времени мы говорим? Мы говорим о 1918 году, мы говорим о 1936 году, мы говорим о 1953 году, или мы говорим о 1989 году. Это, скажем, да, есть книжка за одну фамилию, про Советский Союз, он в Америке живет, так как тут. А Робинович, большевики приходят к нам? Нет, Робинович, он еще один, советский офицер, который туда уехал. Как-то тоже. Ну ты их там выросли. он написал, что Советский Союз был разным, про школу говорили. Ну я думаю, что все Советские офицеры, в принципе, с этим согласились. Да. Понятно. Не, ну тогда, понимаете, если, скажем, продолжить, да, вот если так, вы 1956 годом, а вы сказали, что сейчас реставрация, опять продолжить революцию сюда. Ну нет, ну вы знаете, мы, конечно, уйдем сейчас. А куда? Я не ухожу. Я просто вообще пообсуждаю. Просто общую. Я же не вколупаюсь в частности. Правильно? Если произошла реставрация, окончательно. Ну, так скажем, после реставрации во Франции в 1914 год, потом последовало 1833 год, потом 1848 год. Потом была еще парижская коммуна. То есть еще много что интересного. Но мы как бы на сегодняшний момент уже все понимаем, что старик Фукьев немножко ошибся, и эта история не обидится, а, скажем, ее, как сказать, история – это шагутная партия, которой не пьют по часам. Ну вот, следовательно, у нас время не ограничено, чтобы сыграть его. Так что можно еще и интеграться. Все, какие еще вопросы? Вопрос. А вот начало, а вот попытка Горджуова переворота в 16-м, это является началом революции или необоснованно считать? Ну, я не… А в чем заключалась попытка? Сидели меня… Ну, дубницы, которые пытались, еще за год буквально. Ну, члены Думы, они сделали как бы… Вот на счет 16-го года, значит, вот Коломинский, такой есть у нас известный историк, он, в принципе, выделил недавно такую интересную мысль, его была тезис, что, в принципе, гражданская война, революция у нас начинается в году 1916-м. Но это связано не с Думой и не там выступлением господина Балюкова на тему глупости Лезня, а это началось с восстания Средней Азии. То есть, когда происходит восстание против призыва, в котором участвуют тысячи человек на Кавказе, и, в общем, по сути дела уже идет гражданская война в определенных регионах российских. Возможно, это было первой этап предыстория революции, это вполне возможно. Что касается великих конецей, которые там собирались в резервном дворце в царском сирии, и обсуждали, ну вот надо было, конечно, в саму Сашку отправить в монастырь и попросить там Николая Александровича решила стать уйти, ну вот, а там надо наследникам оставить ответ. Ну, по-моему, они говорили это с того момента, как Александр III скончался. Там, по-моему, еще Мария Федоровна деликатно надвинетала своему сыну, что ему, может быть, все-таки стоит отвечать в пользу Михаила. Но на революцию это, по-моему, не тянет. То есть, постоянно, конечно, особенно в эпоху кризиса какие-то разговоры шли. Но нет никаких доказательств, что это выходило за пределы разговоров. На чем это отразилось? Это отразилось, прежде всего, о том, что когда происходит сам по себе революционный кризис, то есть, когда начались события от февральской революции, мы видим, что люди, которые должны были защищать царя, они, в общем-то, особенно не старались. То есть, да, они там делали, что должны были делать. Выводили войска, на улице, там, подписывают какие-то приказы, квоты, посылания. Но чтобы там проследить, чтобы им приказы был выполнен, этого они уже не делали. То есть, явно, что мы в Высшей Чинероссийской империи смотрели на ход событий абсолютно за значительной степени сквозь пальцы. И поэтому система достаточно быстро послепилась. Если на втором деле разгон демонстраций, там приходит сообщение, что у войск, которые распределили эти демонстрации, нет патронов, оказывается, что все находятся в Кронштаде. Это закон, это не закон. Это просто халатное отношение ответственных людей к своим обязанностям. Если бы ситуация была немножко другая, если бы было бы, например, в 1905 году, может быть, все вот эти вот, как бы, генералы, чиновники, и так далее, отнеслись к этому вопросу более внимательно. А может быть, и нет, потому что система уже была достаточно правильной. Ситуация была, конечно, другая, в том, потому что, вот давайте вспомним, что в первом году, скажем, была вот эта Чемосотинская движение, охранительская, вот, выступившая. Однако, в 1917 году, где все были эти монархицы? Это вообще не. В конце идеи, все подавал это сам. И я думаю, что значительная часть из них, только после трех лет войны, это, конечно, изменение, с приватом, воззрения, еще больше, они изменяли эти воззрения после того, как там, насмотрелись там, на распитие, на все это, ломокомбарию, с аштитюром, и так далее. То есть, не просто, а зачем эти монархицы? Нет, вообще, это была попытка переворота и физического, даже, именно в подраз... ну, резервной части, что стояли в Новгородской губернии, где, ну, недалеко от железной дороги, где часто проезжал государец из Питера, или из царского села, точнее, в Ставку. Вот было, именно, подразделение, чтобы захватить царский поезд. Да. в том-то и дело, что за ними следили, поэтому поезд пошел по другой дороге. Нет, не было до такой степени. Это были просто разговоры Гучкова, который был авантюристом, который вообще любил рассказывать о своих приключениях в Африке, или там еще где-то. Ну, как бы, да, у него были такие планы, но то, что человек это разговаривает, на самом деле, не было даже никаких контактов с офицерами в этих частях, которые должны были что-то делать. Ну, не было. Это просто разговоры Гучкова с... Они говорили, все понимают, в общем, что надо его свергать. Конечно, я думаю, что если бы в 17-м году рассказали, по-моему, что у нас Николая II канонизируют, ну, это надо. все были, конечно, будут шептаться. Откроут. Ну, это тоже, конечно, через историю Борис Николаевича есть, но все может быть. Ну, расскажи об этом современном. Еще вопросы? А вопрос такой, почему, вроде как, в 18-м, в 18-м, вроде, земли обещали, крестьян, а после того, эти события, как бы, это хорошо хранялось. И вдруг они раз, и как-то, и забыли про это дело. И как тут, у меня, что еще, вроде, ну, потому что мы хотели захорониться ее за буржуазией. То есть, в принципе, как и все левые социалисты. Они считают, что это буржуазия? Нет, не хранится буржуазия, но буржуазии-то земли нет. Это помещик, это помещик, земли, окружающие, но самовы, я так понимаю. Ну, помещик, у вас не отвечает. Но, на самом деле, на этот вопрос есть простой ответ. СССР, конечно, хотели провести земельную реформу. Это правда. Проблема была одна. Ну вот, не при каких обстоятельствах СССР не хотели заканчивать войну. Идет война. А теперь, представляете, деревни начинают делить землю. Ну, технически. Все с фронта нет. Ну, это ответ. На самом деле, я скажу, что у помещиков далеко, как бы всей земли уже не было. было тут как раз достаточно много было. Любой передел. То есть, до учредительного собрания мы никаких там переделок глобальных не проводили. Главное, это бедность. Довести Россию к мусору. Ну, действительно, это победа в войне. Там целый собрание. По опозиции, конечно, странно. это, как бы объяснить, неудово. Не, ну, а как это объяснишь, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот именно я всё сдвинул, поехал, но я говорю, что толку-то, ты ничего не говоришь, потому что всё равно куча, ну и бы поехала, правильно? Потому что никогда не трубли, чтобы, так сказать, не раздавило никого. Вот поэтому всё ушли, как бы, и массы ушли от эсэр. То есть сначала они пошли за эсэрами, которые обещали землю всех, а в том, когда люди увидели, что эсэрами ничего не дают, то массы ушли от эсэрами, которые в союзе с левыми эсэрами, которые всё-таки были готовы осуществлять свои программации, они далеки себя на землю. Вообще, конечно, странно, в городе эсэр, как бы и люди, да, взрывали, не боялись там, если повесят, откуда тебе земли испугались? Нет, ну, во-первых, они не испугались не земли, а испугались демобилизацией армии практически. Нет, ну а что? Они хотели войну проиграть. Дело в том, что обещано союзникам наступление, наступление. Нет, ну революционная партия и союзники. Ну, смотрите, вы просто... эсэры — это хитрая партия. Почему? Потому что это две партии в одной. То, что потом стало левыми эсэрами, и то, что потом стало правыми эсэрами. С одной стороны, это действительно героические боевики, убийцы, которые, значит, приезжают зимой с каток в мозолях от кандалов, там, с Перидоновым. Они, как бы, конечно, не только землю были готовы там отдать, а вообще все, что было. Они как-то против войны, естественно, были. А были так называемые марковские эсэры. Ну, просто огромная часть мещанства, которая искала... С одной стороны, они вообще были против монархии, за революцию. Ну, как бы, умеренно, осторожно. Они искали себе партию. Ну, конечно, стало демократическим партиям вообще не устраивали. Мешевики тоже, как радикалы. А вот эсэры. Кроме того, эта партия имела огромный базис на силе. Врачи, учителя, сельская интеллигенция. Очень умеренная, естественно. Ну, вполне. И, конечно, это летом 2017 года, чисто количественно, такие эсэры составляют 80-90% партии. Ну, я имею в виду регистрированных членов партии. Потому что, кем являются солдаты Петроградского гарнизона, это, как бы, никто не знает. А вот местные организации эсэров состоят из таких людей. Они приезжают на съезд, и, ну, знаете, ждать от них... Они крайне про-антамповские, крайне про-военные. Ну, почему? Тоже, как бы, на самом деле понятно. Ну, как, война, вроде, катится к победе потихоньку. Там, Дарданелло, там, это контрибуция, там, это... Среди государствами и демократии. Да. А главное не допустить развала империи, там, потерю Польши, которая возможна в случае сепаратов мира с Германи. Как бы, ну, просто нельзя, как бы, эсэры 17-го года отождествия с СССР-ми 6-го. Это очень большая... Особенно Бориса Сальникова. Особенно Бориса Сальникова. Это большая методологическая ошибка. Ну, просто потому что... Это очень умеренная партия в 17-м году. И, кстати, многие из них-то, и когда с дубами были, они были достаточно умеренные. Тот же явно отзыв. Вот, когда его... Да я... Спросили его... Там были уже бурцы, по-моему, на его интервью. И он его назвал «Интервадцатый». Что по политическому взгляду, они были очень такие, вот, не в масках, особенно. Ну, то есть понятно, что тогда же получается, что эсэры – это партия интеллигенции, но которая, как бы, позиционирует себя как бы защитников, крестьянцев. Да, совершенно верно. Крестьянство, как бы, у них это самое. Да. Они, как бы, говорили... Жесткая партия интеллигенции были конституционной демократой. Ну, как бы, это... Деременская интеллигенция. Деременская интеллигенция. Ну, понятно, что это какой-то части ее... Потому что все по-разному там жили. Кто-то там совсем по-разному. Кто-то там непонятно. Интересно. Да? Где ребята, конечно, какие-то... Зачем тебе за это такое? Вопрос такой. А вот меньшевики, как все это подмируют? Ираки привозят же. Ну, дело в том, что меньшевиков, как и дельной партии, в этот момент уже не было. Меньшевики тоже раскололись. Они раскололись раньше. Они раскололись еще во время войны. И по вопросу о африотизме. Африотизм? Ну, на самом деле, даже образовалось 3-4 фракции. Потому что была крайне оборотческая фракция Плеханова. Была умеренная партия чхиидзе. Которая как бы... Были люди, группирующиеся вокруг военно-промышленных комитетов. Собственно говоря, тоже патриоты, но не такие сумасшедшие, как плехановцы. А были крайне... Ну, были интернационалисты Мартова. И были крайне интернационалисты, ну, межроионцы, которые там и межрега были в полнении. Ну, Лорачарский, Уридский контроль. У нас это тоже потом был. Большой некомплей. То есть... Много партий. Они организационно во время войны никак не сотрудничали между собой. А, вот эти межролинцы, условно говоря, крайний левый фланг этих межролинцев. То есть они кладут в это. Поэтому они как-то не сомкнулись потом в сведении. Да. А вот анархисты, которые проявлялись... Потому что, я слышал, что на сурской стороне, что там анархисты, когда всякие бабы еще были, что они там здорово как-то были. Ну, анархисты начали себя проявлять еще большую часть лета 18-го года. Ну, естественно, они не дремали. То есть они принимали участие во всех этих событиях. Да, и в Кронштадте, особенно. Ну, когда в Кронштадте бился, то, конечно, да, это моя вина. В Кронштадте анархисты играли очень значительные уросы и моряков. Анархисты, да. Анархисты, да. Серьезно. Вот, конечно, Кронштадте не обвиняют. Я бы сказал, что вы не были. Я просто думал, как фееренцы, когда спросили, типа, ну, Парижевич, что. А вы не скажете, какие солдаты, которые начали стрелять, скажем, в полицию, они начали... Ну, которые... 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 Которые на Кронштадте... Нет, как раз. Которые с фронтами. Да. Это учебные команды. Да. Это школы фельдфебелей. Да. Люди, которые... Многие с крестами за мужество. Вот они, как раз. Которые приехали для того, чтобы учиться и получать звание фельдфебеля. Да. Это, так называемые, учебные команды. Это люди, которые имели боевой опыт. Это совершенно не... Понятно. Да. Просто от всех обвиняются. Нет. 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 Не... Ну, на Кроншавлоне тоже не очень хорошо. Вы легко упал. Ну, у человека юркевские... Полиции Киркальцев не хотели... Не на Кроншавлоне. Призаботка, наверное. Как раз, как правильно. А что такое? Было очень большое счета из толпана, наплыв в полицию. Ну, вот, что вы. А, почему? Денький на Крон, естественно. Ну, вот, то есть с импромами браками было без этого. А с полицией как вчера эволюция была? Когда с ней побоище-то шли, как раз в эти дни? Да, в эти дни. Я считал, что люди просто ходят за полицейским, он не стреляет, не знает, а на них что-то, когда у них патроны кончатся. Все балдуют. Я бы так сказал, что действительно, например, представитель 5-й отдел полиции, который был на Выборгской стороне, он был взят штурмом, сожжен, почти полностью истреблен. Но это, ну как бы... Коммунисты не рассказывали такие вещи. Никогда не слышали. А это там первые причины... Раннюю советскую литературу 20-х годов. 20-х годов, да? Собственно, вот революция на Выборгской стороне началась с того, что 25-го числа начальника 5-го отдела, полковника полиции, стащили с лошади и, как писали в полицейском виновлении, нанесли ряд сильных ударов на установленный предметом, а потом бросили, сочтя мертвым. Между прочим, это спасло его жизнь, потому что он, ну как бы, оказался в госпитале, а у себя в 5-м отделе, и выжил благодаря этому. Ну, в целом, все это зависит от ситуации. То есть, понятно, что если какого-то полицейского ловили там с пулеметом, когда там сидел на чердаке... Ну, там сложный вопрос, кто там сидел с пулеметом. Вот, есть же воспоминания какого-то священника, я даже когда-то написал, как ему там вот в марте притащили, значит, там, я не знаю, какой-то в совет, в метаблический дворец, вот побитого полицейского лужа. Ужасное битвало, как раз как пулемета отдадрали это самое. И этот священник, кстати, священник в момент это самое. То есть, вот как-то церковь не поддержала царя мученика в тот момент с Пашей. Ну, вот как ты мог по народу стрелять из пулемета? Он говорил, эх, если мне сказали, я бы в мать свою тоже бы стрелял в это самое. И заплакал в это самое. Вот это, да, то есть, вот такой вот защитник был самодержаве. Вот, ну, тут как бы разные были совершенные эпизоды. Ну, то есть, я знаменитая вот такая байка, что я, по-моему, 27 февраля, когда, с одной стороны, уже вот была наивысшая точка революции, что когда обострали Литовский Полынский полк, казармы, которые находились в районе Левуштадской улицы, потом за Таврическим, да. И они пошли к Литейному мосту, а с другой стороны, с Уборской стороны, пошла 40-тысячная демонстрация рабочих, они соединены на этом Литейном мосту, а на мосту стояли жандармы, которые должны были препятствовать обычным пророкомендантом. Я вас тоже кинул. Ну, в легенде говорят только жандармов, и по легенде всех этих жандармов прямо всех в прорубь и покидали на месте. Ну, на самом деле, как я понимаю, там не всех жандармов, а только одного, и не жандарма полицейского, не кинули в прорубь, а застрелили. Ну, в общем, в основном, конечно, все так было. Ну, еще там и московский пол, о котором, как бы, фольклор вообще пол, с твердого молчал. Естественно, что-то приукрасили, что-то, наоборот, было более травматично, ну, как всегда, вот, в ходе подобных исторических событий. Ну, Артем, я так понимаю, что просто количество полицейских жандармов относительно количества рабочих было бы на параде их уменьшено сейчас? Их было достаточно много. В принципе, вот эти вот карательные силы Петонкарского дождей зона, они достигают лет 16 тысяч человек, чисто. То есть это вот без запасных команд, без гвардии, без полков. То есть только, вот я имею в виду, полицейские как бы отряды, заточенные на подавление беспорядков. В принципе, это было немало. Если для города, там, миллиарды, чем-то сегодня, ну, а. Ну, на тот момент где-то 2 миллиона с беженцами догоняем, ну, так, а выше миллион, если лучше. То есть власти, они из этого года извлекли уроки. То есть были специально подготовленные силы, были готовы пожарные, которые должны были поливать потой, испанскую там демонстрацию. То есть город был разделен на сектора, то есть были планы, но, как мы видим, вот, ладно, в какой-то момент перестали работать. То есть первые, когда они разгорели, остыли, а потом начинаются уже известные события. Сначала учебные команды открываются огонь, уже не по рабочим, а именно по полицейским. Потом казаки не проявляют энтузиазм разгона демонстрации. Ну, а потом происходит уже восстание в казахах, и вся система рушится. И, конечно, революция показывает исключительное значение военной силы и перехода военной силы в революцию. То есть революция 5-го года ныне утрос, потому что армия осталась на стороне самодержания. И революция 7-го года увеличилась в триумфу, именно потому что войска перешли на сторону народа. И, опять же, ирония, что Петр I создал военную столицу, которая должна была быть ему военной базой, а потом военной силой кулаком собой держали. И оказалось, что этот военный кулак в конечном итоге вышел сам ударил против царя Батюши. Причем последний аккорд был, что, собственно, императорский конвой, он в конечном итоге одел эти красные ленточки. Это монархист очень любит рассказывать, что императорский конвой до последнего уровня доставался, и еще и подобное. Ну, правильно сказать, это было 8-го, хотя бы до 10-го. Ну, не знаю. Ну, все равно могли бы там, я не знаю, это самое. А вот армия, если бы выезжать. Хорошо, есть какое-то более-менее универсальное объяснение, которое можно привлечь в других ситуациях, почему в 17-м году армия действительно перешла на сторону поставших? Просто я знаю, что есть концепция, что то, что в этот момент шла война, это не только не обсуждает революции, но скорее, как бы, даже собирал против политики. Ну, вот я придерживаю с такой концепцией. Хотя оказалось, что здесь легко было объяснить переход к учебу частей, основного ставших, с тем, что просто у этих частей был выбор, не поменять на шла войну, в какой-то концепции. Нет? А на армия, на основном, вот. Ну, я скажу... Да, а потом я добавлю. Я скажу такую вещь, что... Ну, мы там потом поговорим еще вообще о военной столице, там это другой вопрос. Ну, просто технически чисто, конечно, в России много раз складывалась революционная ситуация. Она складывалась в пятом году, в четырнадцатом году. Вопрос революции, собственно, это вопрос так, но здесь революционная ситуация. С одной стороны, организованный рабочий класс, с другой стороны, организованное государство, то есть армия, полиция, жадомерие. Я, кстати, не согласен с тем, что в пятенадцатом году они там были пассивные или что-то. Нет. Все как обычно. Вот, в январе, там, в пятенадцатом году был составлен план детальный. Были переброшены казахские части казаков, части воинских, которые там бунтовали в... 181-я дивизия, которая там бунтовала, в осенью шестнадцатого года, в октябре, ее там куда-то там, черти куда выслали, на ее место перебили, там, надежный полк, первый запасной. Три казахских, казахских, казахских полка, как они по-русски, перебросили в город. Все было, на самом деле, все было полностью хорошо готово. План выполнялся. Значит, план был, он универсальный, после пятого года, значит, начинать мягко, ну, это, собственно, логично, да, в пятом году начали жестко, да, и, как бы, начинать мягко. Поэтому, как бы, когда эти истории говорят, вот, там, первый день, они стали стрелять по рабочим, ну, и не должны были стрелять, должны были, сначала, в действии должна была вступить полиция, ну, она была, во второй день, должна была вступить жандармерия, значит, первый день, войска должны были использоваться только для заслонов на массах, и для защиты по эфиринскому каналу, ну, вот, собственно, центральный, как бы, главного штаба, так и использовались. Все было, как бы, совершенно это. На второй день, как бы, то же самое, на третьем, ну, начались митинги, вот, на площади Восстания, на Азнаменской площади, да, вот, там, вот, первый раз, собственно, тоже разгонять должны были казаки, когда жандармы стреляли, казаки разгоняли, просто части, которые стоили уцепления, они начали стрелять. Ну, почему они начали стрелять? И, на самом деле, настроения в войсках были совсем другие. Это известно. То есть, там, Каюмов какой-нибудь и прочее, они все там пришли вспоминания, хоть я посмотрел на лицо солдата и понял, что сегодня у меня стрелять не будет. На самом деле, люди, которые принимали участие там в нескольких революциях, они хорошо уволили там солдат, понимали, будут они стрелять или нет. Между прочим, полицоаманов, в принципе, тоже иногда нужно понять, будет он митинги или нет. Так что, да. Ну, да. То есть, как бы, ну, это, как бы, сам по себе, в принципе, ничего не означает. У Троцкого в истории русской революции есть огромный пассаж. Вот, кто знает, Скобов, он тут, нет, он написал. Нет, а Скобов, кто написал, попросился. А, вот, да, вот, цитаты вот этого. Ну, как бы, я и помню, конечно. Ну, как бы, о том, что, как Троцкий пишет, как, значит, что бывает, когда встречаются армия и народ. Ну, вот, значит, стоят друг против друга. Офицеры, как бы, видят, что там в зал стреляют. Ну, там, один, другой, третий, значит, солдаты начинают, кто-то выражает недовольство, офицер, значит, либо сам между столе, чтобы застрелить этого солдата. А дальше, ну, вот, русский столкнут кто-нибудь, бах, и, значит, офицер падает, и солдаты сразу переходят на сторону рабочих. Как бы, ну, в пятом, так вот не получалось. Но, как бы, это, но, тем не менее, техника такая. Не надо думать, чтобы... А? Здесь куда универсальные объяснения? Нет. Ну, в истории не бывает. Универсальных объяснений. Объяснений можно применить, ну, вы понимаете, Ну, как бы, я попытаюсь. Можно. Нет, прогноз можно. Прогноз можно. На самом деле, недовольство постепенно проникает в различные уровни государственной машины. Ну, как бы, просто этот процесс постепенный. Он начинается с каких-то... Начинается, там, с полевых частей, потом идет гвардия, потом, там, может быть, пойдет журнамерия. Он этот процесс ведет. Почему? Ну, потому что, на самом деле, эти люди, как бы, они... Ну, как бы, они, конечно, крестьяне рабочие. Ну, в данном случае, крестьяне. Там, ватросам просто. Они бывшие рабочие легко аминтируются. Крестьян бывших сложнее. Но есть период, как бы, они оторваны от нормальной своей жизни. То есть, их муштруют. Вот эта вот гвардия знаменитая, которая там, вот этот корпус гвардейский, который здесь стоял, который, как бы, была польза поддержали. Там отбирали людей из самых такой глуши здоровых, тупых, значит, ребят. И, значит, декрессировали их долго. Хорошо кормили, значит, это... Ну, жили в подносительно человеческих условиях. Во время войны тоже было не так, но кто воевал. И они, как бы, да, они, как бы, считали, вот здорово, нас там мясом кормят, чтобы, конечно, русские крестьяне укладили на мясо. Мясом кормят, вот круто, как бы. А они, действительно, защищали этот режим. Во время войны все было не так. Там, как бы, эти люди, ну, это хорошо, но они с фронта. Но они тоже, они, как бы, они, в принципе, формальные гвардейцы, но они были призваны, там, повоевали, вернулись. Но все-таки их крестьянского труда отделяло, там, два года, три года, как бы. И, ну, они видят реально, что можно изменить, как бы, ну, все, как бы. Они хотят вернуться домой, делить семьи тоже. И в этом смысле, как только... Сами очень просто. Как только армия уверена, что их не бросит, что рабочие не разойдутся обратно по домам, сейчас, как бы. Это с ОМОНом так. С ОМОНом сейчас так. В тот момент, когда ОМОНовцы поймут, что никто домой не пойдет, они все перейдут на сторону рабочего класса. Просто, ну, надо понимать, как бы, военных, это, все, хорошо рабочие там постреляли, пошли по домам, значит. А их-то, это, будет судить военный трибунал, и уйти некуда. Либо пад, либо пропал. Тут либо пад, либо пропал. Поэтому армия приходит сразу. А когда, вот такой вот процесс критический, пороговый, то, ну, трудно провести, как бы, трудно поймать, где грани, понимаешь? То есть, как бы, это порог. Раз и все. Раз и все перешли. В пятом году, мы знаем, не хватило, да? Причем, в пятом году, мы были веками. В четырнадцатом году, ну, тоже, в общем, не хватило. Но, надо сказать, и там, и там речь шла о частях, крайне надежных. О казахах. Казах, которые, вообще, земля была не нужна, и вообще, все было хорошо. И гвардии. Гвардия, которая, ну, тоже, очень надежная часть. Ну, как бы, та гвардия, которая была в семнадцатом году, она гвардия была на словах. На самом деле, это были армейские части уже, по своей сути. Ну, и второй раз, во время Грусиловского прорыва на этой доречке. Я, я прошу попрощения, сделаю небольшую информацию. То есть, проблема с армией вообще была общая для всех стран, потому что мы знаем, что в следующем году восстал, так вот, и немецкие войска. В восемнадцатом году было восстание солдат в Голландии, между прочим. Вот. То есть, голландские солдаты, которые сидели в в восемнадцатом году в Голландии, они восстали, и даже имели лозунку создания советов, и даже начали создавать это самое. В семнадцатом году было восстание солдат во Франции. Т.е. мы должны понимать, что то, что происходит, это мобилизация огромного количества гражданского населения, которое недавно было гражданским, которое имеет очень интересную связь с селом, либо с селом, либо с гражданской жизнью. Да, из города? Да, из города, да. Они знают, что ситуация очень плохая. То есть, по всей местности, на кризис, голод, снабжение, семьи голодают, все плохо. С другой стороны, они знают, что люди живут прекрасно. Ну вот, несмотря на валютность. Карточки, насколько я понимаю, в России так и не успеют внести. Ну вот, то есть, на Невском проспекте, там шампанское, французское пункт, там все чудесное. Они это все видят. То есть, вот, они живут в этих казахах, позади, позади там, а здесь, как у Фурштадтска, они из самых богатых арестатрактических районов. Вот. И у них, естественно, складывается... И кроме того, они читают газеты, до них доходят какие-то слухи, там, что власть полностью прогнила, и, ба-ба, там, Алис немецкая шпионка, у нее там Телеграф в Тренис Царском Силе, секретная информация идет при Аванхайзе, в этом всем проекту еще раз Путин, который является любовником для Александра Федоровна и еще все-таки у дочерей. То есть, в общем, за эту власть умирать не стоит. Ну и, наиболее, безусловно, фарад, ведь тут и рабочие матросы не имеют до доступа к какой-то социал-демократической публикации. Может быть, многие из них по-русски, он уже прошел, что социал-демократической партии, что было аналитических каких-то организаций, народнических, что относилось, как бы их Россия или Европа. То есть, народ, он уже не тот, солдат, он уже не тот. И поэтому мы в этот период видим массовые солдатские выступления практически на полной химопедии. Да, и вот тут говорили про карточки. Вот в том-то и дело, что слишком много свидетельств, что с продовольствием это плохо стало, только в Петрограде, когда-то 16-го года. Это не так. На самом деле, проблемы были во всех промышленных районах. На севере, на северо-западе проблемы были везде. Проблемы в Новгороде, Пскове, Вологде были гораздо хуже, чем в Петрограде. Проблемы на Донбассе были. На Донбассе были огромные проблемы. На самом деле, продовольственный кризис, это как бы объективно, тут никаких чудес нет. Кстати, ладно. Ну, тут многие скажут, что это нынешние ядросовские специалисты. Так вот, есть свидетельство не ядросовское об этом, что с продовольствием трудностей не было в Москве. И именно весной 17-го года. И свидетельствуют об этом советский писатель. Увы, он уже полузабыт. К сожалению, на тему истории он... Вот только единственная помощь у него, наверное, Георгий Алексеевич Кребицкий. Ну, надеюсь, помнят здесь этот писатель, да? Ну, писал он больше сейчас, что про природу. Ну, вот есть у него автобиографическая поиск. «Птенсивная тяга из гнезда», вторая. И вот именно там свидетельство о Москве именно апреля-мая 17-го года. И вот он говорит, там было просто изобилие, почитали, что он говорит. Здесь важный вопрос... Никаких трудностей, а наоборот в продовольствах. А есть, в чем ситуация? Есть, во-первых, очень серьезная разница между Москвой и Петроградом. Петроград, он всегда очень сильно зависел от поставок извне. То есть у нас нету на наших болотах основных женичных полей. У нас крайне ограниченное количество маршрутов, по которым продовольствие можно было отрвести. Транспортная система Российской империи на тот же момент полностью проднила. Он не справлялся со своими обязанностями. И поэтому на железных и дорожных пустьях стояло огромное количество огромных землок. Они просто на Петербургра не могли дойти. И дойти не потому, что там кто-то там плет какие-то азаты, а потому что был пара так. И транспортная система не исправлялась. Вторая проблема была рост цен. То есть крестьяне, да, нет, мы верли, как бы ее продовольствие было. Но цены на земло постоянно росли. А правительство, кстати, уже тогда пыталось скупать по фиксированным ценам. Но цены не росли, потому что цены были фиксированы. Фиксированы, это самое. То есть цены на земло просто припрятывали, это самое, что потом повторялось в нашей истории и в дальнейшем. Полагаю, что продавали на членном рынке по завышенным как бы цены, это самое. И поэтому уже, скажем, в Туле на тот момент начали выдавать какие-то там продовольственные товары или больше там 5 штук воединировки, это самое. То есть это уже как бы присутствовало на тот момент. Это, конечно, не было, но по бедным слоям это было очень жестко. А бедные слои тогда, в общем, это было так же еще в полном селе. Ну, просто, во-первых, я, конечно, переставлю местами, потому что действительно есть объективные данные по сбору зерна. Есть статистику государственные. И действительно, в начале войны зерна было очень много. Почему? Потому что Россия экспортю зерна, экспорт закрывается из-за морской блокад, ну, не из-за морской блокад. Сказать, эмуликации. Из-за того, что Платтика и черные жоры закрыты, ну, экспорта зерна нет, там, в водной лодке немецкие, соответственно, был избыток зерна. Но, как бы, государство будет фиксировано, растут цены. Государство будет фиксировано цены на продовольствие. Это вынужденная мера, значит, надо повышать резко зарплаты, всем, как бы, это невозможно. Вводят, фиксируют цены на продовольствие. Соответственно, граждане перестают сеять, как это обычно бывает, но начинают делать гораздо меньше. Соответственно, уменьшается количество, ну, как бы, общий сбор зерна, плюс зерно припрятывается. Ну, в надежде, что, в надежде, что, собственно, в надежде, что цены все-таки вырастут либо для черного рынка, либо для самогонного арены. Тут есть целая дискуссия. роль о роли самогонного курения, как бы, есть историки, которые категорически... Это в шухим законном связи, там, с самого говорили, В шухим законном связи. Нет, ну, на самом деле, это, это, как бы, словно, то есть, самогон, вообще, выгодно даже за нисухого закона, поэтому, ну, в общем, есть дискуссионный вопрос о том, сколько зерна уходило, там, действительно, есть противоположные оценки совершенно среди разных историков. Но факт состоит в том, сейчас уже есть консенсус, который исторический, который, ну, очень серьезный историк, который, на самом деле, состоит в том, что, действительно, очень, летом, осенью 16-го года Россия столкнулась с большим дефицитом продовольствия вообще. Не только в Петрограде, не только, там, в отдельных регионах, вообще. И то, что на рынке в Тридоргах можно было что-то купить, собственно, знаете, нельзя голод отрежуствовать с блокадой, как там, там, блокады Ленинграда, в первом году. Собственно, голод, ну, как правило, как правило, в том состоянии, то, да, что, в принципе, на черном рынке можно купить, в принципе, все, но только за какие деньги. А, что, это классический братья, классический, классический голод, в том числе, «б laugh of theedertsons» во время Германии, в рамках пуския войны, в том числе, и раньше в общем, на протяжении всей истории, то есть, как бы, зеленого дома, внезапно росли цены, особенно в зенифрию. У медиков не было денег, да и вот тоже… Ни всем ненормали, хотя там на рынке, там можно было и не скупить. Да вот, 's the same thing. В том числе, в общем, в основном, про природу, но он больше частью писал. Ну вот автографическая повесть такая, перекликается с некоторыми, что мы слышим. Значит, вы были богатые родители? Да нет, в том-то и дело, что нет. В том-то и дело, что он говорил не на торговлю, не на которой в основном рассчитано на простонародье, в таких условиях, что он в Москве видел. Ну вот, к сожалению, как бы... В том-то и дело, что родители у него не из самых богатых. У него было... Ну, хоть не на второй раз, да? Вы знаете, точно служителей Ветдограда рассматривали ситуацию совершенно иначе, что были огромные хлебные очереди, хвосты и как бы... А вот уже в 17-м революция произошла, в Москве уже вовсе не было трудностей проболучать из его описания. Ну, а могу сказать, что в Москве снабжение было лучше. И даже, кстати, после революции, там в году 18-19, там жалость в Москве в себя лучше, чем, скажем, Фифроград. Какой-никакой это зерновой район? Да, зерновой район, центр железнодорожной коммуникации. И есть мемуары, что, скажем, уже в 19-м году люди приезжали из Петрограда в Москву, вот и поражались как бы в высоком городе в жизни. Да, только, конечно, было. Ну, все, спасибо. Ну, ладно, мы там... А какой интересный буржуазий был за свержение у Николая Второго? Ведь, по большому счету, деньги они и так заказы получали, деньги зарабатывали. Вообще, чем он им-то помешал? А он некомпетентная война. Ну... И, кроме того, заказы, как всегда, шли в достаточно узкую группу людей. То есть, как у нас, в принципе, и сегодня. То есть, была Камаринья, то есть, были великие кризисы, а была вот группировка Александра Афетовна Распутина, которые там решали все пузыряло песочками, которые получали откаты. Ну вот, а чужие в этой компании не ходили? То есть, да, там, если там был какой-то Путилов, и в детстве рос вместе с Великим Князем в одном училище учился, да, то он получил какие-то там, эти самые денежные, зарпотреблядные от правительства. А если не входило, не было близок власти, то есть, ничего не получило. Кроме того, они считали, что власть должна более эффективно защищать интересы, которую Россия принимала предприятие материалов, но она хорошо защищала. Дальше уж там некуда, был такой протекционизм, что уже дальше трудно. На самом деле, смотрите, в России был абсолютистский режим. Что такое абсолютистский режим? Это ситуация, когда власть принадлежит одному человеку, да, лекаратуру, ну, в данном случае, не солнца, но только вот того. Абсолютистский режим – это форма монопартизма. То есть, это, на самом деле, некое равновесие между феодальным классом, уходящим у нас помещенными, да, и буржуазией, то есть, новым классом, который поднимается. В этом смысле, режим русских царей, поздний, да, это уже режим некого равновесия двух сил, то есть, буржуазии, нового, растущего класса, и помещенного, уходящего класса. Но в этом неравенстве. Каждая сторона хочет больше. Ну, это же логично, да? На самом деле, буржуазия, они видят, что экономика страны, она все больше и больше зависит от них. По мере того, как помещики теряют землю, ну, постепенно, после реформы, земля уходит от помещика, а они теряют ее за долги, продают. Помещики – это же такой класс, который больше всего любил находиться в России, в монте-карте. Ну, и тратить нам деньги, которые они получали с крестьян. Сначала выкупные, потом арендные. Вы знаете, а капиталисты, они считают, что они трудятся, не покладая руку. У них такое мнение есть. И, конечно, они считают, что власть должна перейти от помещиков, а к ним как-то, да? То есть, сдвинуться, вот эту уравнение должно сдвинуться в сторону капиталистов. Помещики – они имели свое выражение при царе. Очень сложным образом, да? То есть, каким образом? Через там госсавея, да? То есть, почему? Вся государственная машина вот этого бюрократия, она состояла из, грубо говоря, из помещиков. Ну, то есть, из представителей вот этого вот феодального класса, то есть, людей дворя из дворя, людей из потомственных дворя, да? И они, как бы, собственно, занимали все посты государства. Они решали, как бы, тоже, кому бы это, конечно, было, но и просто все, что происходило, они делали в свою пользу. Например, там, вопросы земли, да, то есть, как бы, никаких уступок, никаких уступок, ну, чтобы помещик не один, как Николай говорил, любые реформы, ни один помещик не должен пострадать. Ну, на них, конечно, да, тоже на этом. Понимаете? Вот, собственно говоря, а гурталисты, они думали, ну, как-то не очень-то получается. Получается, мы тут, так сказать, приносим России там, это, роста, там, капитала, а все в руле, все в пользу, идет помещик. И сначала они, вообще, блин, достаточно радикальны. Кадетская партия возникла, ну, до Пятой революции, Пятого года. А они, вообще, все, как бы, так поворачивали, что да, что вот даже Макс и некоторые пошли. Извините, мы говорим, то есть, получается, для этого не нужна была конституция, чтобы уравняться с правовством, Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому, да, это, наверное, ответственное министерство. То есть, они, как бы, ответственное министерство. Им на это нужна была именно институция и правительство, которое отвечало бы перед сословиями хотя бы. Они, в принципе, были готовы перед сословиями. Ну, там, крестьяне и рабочие, ну, как-то не обязательно, ну, можно лучше без этого, но перед капиталистами, перед имущими сословиями, да, правительство должно отвечать. В пятом году они посмотрели на революцию и как-то поугасали. Ну, потому что поняли, что если сделать тут ужасную революцию, то этим это кончится вообще неясно. И, как бы, их энтузиазм, вот этот вот революционный, вот сильно угас, конечно. Но, угас, угас, но они вот так вот с оружием тоже больше не хотели, а выжить из царя побольше, как бы, это, уступок они очень даже хотели. Ну, что они хотели? Ну, как бы, вот есть органы. Вот они добились создания государственной думы. Государственная дума, она была сословной организацией. То есть, там все, там 4-3 миллиона российских рабочих, их представляло 5 человек. Значит, 100 миллионов российских крестьян представляло 30 человек. Значит, а, ну, 500 тысяч, значит, это, ну там, 2-3 миллиона дворян представляло там 200 человек. Но 500, там, 2-3 миллиона капиталистов тоже представляло, в общем, порядка, там, 100 человек. То есть, вот, сословные. Имущественные образовательные? Ну, имущественные, сословные, да. Ну, тут не образовательные, не имущественные, сословные. То есть, ты, как бы, должен попасть в единый, это даже не имущественный лиценз. Ну, в общем, так, тоже непростые, там, это сословные. Вот. А вот теперь есть это сословие. И они говорят, вот эта дума, она уже нас устраивает. То есть, это уже такая дума, она, как бы, заботится о капиталистах. И вот, в этой дума, она назначала министр, ну, хотя бы не назначала. Чтобы царь хотя бы, ну, как бы, убеждал хотя бы, да. Это, как бы, логичное требование высшего класса, да. А тот, вместо этого, как бы, их назначает распутин. По записочкам. Ну, как бы, с точки зрения капиталистов, это не тот расклад. И, конечно, как бы, они уверены, что, ну, получается так, что, как бы, ну, как бы, в общем, неконкурентная среда какая-то. Недостаточно конкурентная. Получается. Это, вот. А они, как бы, не хотели свергать Николая. Русские, ну, были, конечно, радикальное крыло коотеты, да, которые, там, вот тоже, как бы, в институцию, там. Ну, они тоже, в принципе, были не против, вот, конституционной монархии, там, в Англии. Ну, а где-то артибристы? Артибристы считают, что это все хорошо, в общем, только можно там провод поменять. Артибристы считают, что мы можем. Конституционная монархия, как в Англии. Ну, вот. Типа по арбанде, там, как бы, тоже они, это, как бы, ну, они, на словах, они, притягивали, как бы, ну, в смысле, там, правда, предаверное право. Вот так, в принципе, искали какой-то комправис с аритмом, как бы. Ну, собственно, вот этим они, как бы, вот этими торгами, они, собственно, и занимались, как бы, как бы, пытались… Ну, они тоже чувствовали. Дело в том, что он такой, такой сильный был фактор войны. Дело в том, что они-то, как бы, более-были проангантовские. Почему? потому что он был в долгах как в шелках у французов. Ну, везде капитал здесь, на самом деле, это был там, грубо говоря, французский, ну, чуть меньше немецкий, чуть меньше английский. И они вообще не представляли себе никакой развития России вне рамок вот этого финансового, глобального рынка. Ну, а там царь, он не вызвал таких это. Он как бы его заботился, что скажет Александра Федорова, что ее заботился, что скажет Гришка Распутин. И он вообще как бы не понимал, как он был. Да, вообще не понимал. То есть, ну, поехал наявить, а со свидетельным подписателем не было. Который никакого вообще не было. Потом ему нужно было его обвести, по-моему, МИТ ему объяснил, что так, в общем-то, не делся и что, если этот договор называть. Вот, ну, вот. Ну, да, недавно, короче. Ну, да. В этой биопедии есть, представляете, сочинение. Ну, да. Артем Васильевич, я все-таки уже не услышала этого вопроса. Я не знаю, я не уверена, что правильно... Начать солодать. Насчет, смотри, насчет вообще военного времени, да? То есть, военного времени и революции. Насколько вообще эта революция была условна за тем, что это был за эти годы военный момент? Я просто знаю с тобой концепцию, и потому что, ну, у тебя же есть, как сказать, с ними аквелекционная концепция, которую ты никогда не забывал. И напряживаешься ты ее до сих пор. Насчет того, что военное время, да, скорее, препятствовало не дало в революционном процессе. Можешь поподробнее чуть-чуть? Мне кажется, что да, что она препятствовала как бы под огромным вещам. Что первая, как бы, аналог, от этого начала, распространяется, уропатриотической инвестиции, военная пропаганда, которая приводит к кризису социо-демократических партиях, измену второго интернационала, и она заплатила большое количество рабочих и революционных элементов. Это первый момент. Второй момент – это мобилизация огромного количества рабочих планов, которые будут революционными парами. В-третьих, это то, что большое количество промышленных предприятий переводится на военный режим работы. То есть никаких профсоюзов, никаких запасов, это все, и очень жесткая контролируется. А третий фактор – это что практически считает безработица, которая была важным таким фактором, не гравщим оборудов. То есть большая часть рабочих призвана, наоборот, происходит дефицит рабочей силы. И этот фактор, я думаю, что он действовал примерно на протяжении 1-2 лет, а потом начинают действовать уже, потом эти все факторы, они начинают утрачиваться в силу, или наоборот, происходят какие-то новые процессы. Например, было призвано за оборудовое количество женщин. И женщинам отвлекаются рабочий класс и радикализируются, потому что условия их в трудах были гораздо более тяжелыми, чем условия туда мужчин. Опять же, солдаты, которые призваны и вами, бывшие рабочие, они отходят от урабатрической пропаганды, они переосмыслены, где сведенности, радикализм и прорываются в армию. Однако из-за этого как бы революция, в любом случае, революция и радующее движение, с твоей точки зрения, теперь это было наоборот. Иначе, я думаю, что революция началась более раньше, возможно, революционная цикла, это где-то год 1919, и, кстати, в России в Твенске события, когда было потрясение. Тогда, может быть, она ограничилась в Евразии, в дружжайной революции? У нее не было бы такого быстрого перехода? Я думаю, что она не ограничилась бы, потому что, опять же, в разный взгляд, Россия в тот момент себя создавала. Он был очень сильным, гораздо более сильным, чем в буржуазии. Все-таки, ну, не все, такие буржуазии были такие, как были любовные официалы. Большая часть, как бы, о русском буржуазии было слабо, зависимо от западных кредитов. Большая часть, как бы, о буржуазии, все-таки, я считаю, было связано тесно со двором, как высокотый правящий комментик. И вопрос по льзарской революции так или иначе бы стало по риску мира. Ну, как сказать... Если бы слом государственной машины произошел, если бы он произошел, я с этого не разделяю, потому что я, честно говоря, по опыту 14-го года не вижу, как бы, где... На самом деле, подъеду, как бы, в большевике, которые, ну, которые в 14-м уже, все сами делали, они все, что могли, вот, в Петрограде, в 14-м году сделали. И на самом деле не получилось. Поэтому, ну, насколько там удалось быть, там, в 15-м, в 16-м, вот и другой вопрос. Ну, если машины были государственной сломаны, то события развивались точно так же, как в 17-м, да? Я могу привести пример развития события... Это испанская революция. Да. Да, где как бы никакого фактора войны не было, но там, как раз, было несколько этапов. Единственное слово, там, между различными этапами, по-два-три года. Я жду страны, в 1934-м, в 1936-м годах. То есть, это было... Идем какие-то другие формы, в область, если ничего в ходил, в область предположения. Ну, что я сделал... У меня замечание есть. Ну, я могу поспорить с Артемом, на самом деле. Не могу удержаться и не поспорить. Значит... Ну, во-первых, не поспорить. Во-первых, вообще, это биологическое замечание по поводу датировки революции. Ну, это же, вы понимаете, вопрос о том, что мы называем революцией. Есть два подхода. Собственно, понятно, что социалистическая революция, она... Ну, переход формационный завершается, по сравнению коммунизма. То есть, можно понимать революцию в широком смысле слова. То есть, от того момента, когда рабочий класс начинает вооруженную борьбу, и до того момента, когда устанавливается во всем мире коммунистические отношения. Это формационный переход. И широко, широко можно называть это революцией. И там будет и индустриализация, и коллективизация, и все на свете. Но есть другой, более традиционный подход. А именно, революция социальная, да, это часто, ну, как бы, та форма, которая совпадает с революцией политической и чуть больше. То есть, это слом машины старого буржуазского государства. То есть, революция, это в каком-то смысле пока бегают с оружием. Ну, то есть, пока ломается вот эта вот старая государственная машина. и этот процесс начинается в сервере 17-го года и доходит до дальнего востока. Россия большая страна, и здесь все западный восток, и доходит до дальнего востока и средней Азии в 21-м году. И вот, собственно, отсюда вот эта вот датировка. старая машина, слово, да. А новая государственная машина она, собственно, строится, ну, со всеми теми деформациями, расхожениями, ну, и не сейчас, не сегодня. Значит, мы об этом собираемся тоже поговорить, но не сегодня. Значит, а вот, дискутировать я хочу, о Петрограде, как, как это, как место, да, где куда сбежал царь, знаешь, из Москвы. Ну, все-таки, мне кажется, сам на Саксовской стране плохой пример, потому что, конечно, ну, Австралия, там, Комбера, она основана как компромисс между Сидлием и Бельгином. Это, как бы, федеративное устройство и федеративное устройство, совершенно верно. Штаты, они, как бы, ну, ищут, так сказать, чтобы никто не оказался в группе бюрократии в буржуазих штатах, между собой, ищут место, где, значит, они могли встретиться в нейтральной войне, чтобы никто не преуспел и не получил личные ближние права. Что касается Петербурга, то мне кажется, это больше как Берлин. То есть, на самом деле, военная столица, военная столица, действительно, нет в мире города, столицы, где было бы столько войск. Вот этот гвардейский корпус один, чего стоит. Тут же по городу, как крылья, Артем, не даст сообразие. Куда ты пойти, обязательно в казармом попадешь. Все церкви, все церкви военные травмы, посвященные к казармам. Всюду казармам. На самом деле, вот эти вот ровные линии, советские, красноармейские, это все не случайно. Ну и многие другие тоже. У нас, наверное, стиль такой есть, архитектурный, казармами. Вот. Петр, конечно, он сразу же строил большую столицу. Это виднее, потому что он сразу же основал броховые заводы здесь. На самом деле, мог бы в любом другом месте. Нет, он хотел броховые заводы иметь рядом, он хотел строрецкие оружия тут же иметь. Как нет? Сколько мог, просто там как бы проблема такая была, что это все-таки 18-й век, единственный движитель это водяное колесо, поэтому правоможилки нет, не шаги не было практически. Правое колесо, ой, водяное колесо, и как бы рек тут как бы не густо, ну таких вот, где плотину можно построить для невесты, плотину было снова, вот, и как бы, и поэтому тут залогов, сколько смотри, сколько оснований. Но у него там, как бы, замысл это широкий, у Петра как бы, ну, он, конечно, хотел сразу взять большой город, это видно даже по его там перспективам, как бы, это, конечно, не Версаль совсем, Версаль он у Петердворца построил, а тут у него, конечно, был размах большого города, и он хотел, он сюда перевозил, и мастеровых людей в огромных количествах собирал, то есть он строил вот такой вот Берлин, ну, или наоборот, Фридрих строил Берлин по братству, в общем, примерно одно время, примерно одни это, и вот, как бы, и он, больше всего, конечно, заботил его, чтобы нагнать сюда, он создаёт гвардию, гвардия, которая действительно, как, как везде, как гвардист, это как патриарская гвардия, но гвардия, которая играется огромной силой, ну, как бы, в обществе, в государстве, она может убивать царей, может убивать царей, потому что это самая большая вооружённая сила здесь, но, как бы, ведь это нормально, потому что, что такое гвардия? Гвардия это есть прибой, орган, вот, для дальнего... Диктатура. Да, да. Вот орган. Замечательно следить натуры. Да, да. Замечательно, слово говоря, это некто вроде дружина, это комиссары, если так, прикидывая. Ну, а комиссары, они, конечно, они, конечно, дружина, отделена от общества. А, гвардии нет. Гвардии это дети, дети, дети помещены. ну, нет, офицеры-то. Нет, 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 ну, Ваня, 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 не офицеры. Ну, офицеры, естественно. Ну, да, я говорю об офицерах в данном случае. Вот, то есть офицеры, ну, как мы, собственно, душили-то офицеры, это уже не так, ну, Ваня, это и есть прямые, собственно, вот эти вот дети помещиков, и сами они крупные помещики, и как бы они выражают свои интересы. То есть вот, вот Гвардия, она прямо выражала интересы российских помещиков. Ну, и да, как бы, как выражать интересы помещиков, это была тут такая сила. То есть, произошел бы забавно, то есть, первоначально можно сказать, что Гвардия, это был институт, вот, как комиссары, который абсолютийской диктатурой Петра I, которая задавила революционный процесс в России 17 века, вот, кстати, как и диктатура, или только столовца абсолютийская первая диктатура, которая задавила все фронды во Франции. Гвардия, это было железным блоком, который Петр использовал для доведения своей диктатуры. То есть, приезжал этот Гвардийский сержант-комиссар, такой, там, куда-нибудь в Остарке, выдавая, там, этих самых, там, каких-нибудь врагов реформы, сразу же из пистолета, там, пули в затылок, и так далее, там, корни, старик, и так далее. А в середине абсол, и очень быстро уже происходит переворот функции Гвардии, после смерти Петра практически сразу. То есть, Гвардия не становится вот этой железной благою пиара, а, наоборот, становится органом, посредством которого дворянство осуществляет контроль над обслуживанием Ну, тут, да, тут баланс, потому что, деньги-то, они в другую сторону двигают. Ну, как бы, то есть, эти ребята с шарфами в одну сторону тянут, а капитал, он, как бы, немного в другую тянет. Ну, в общем, это, да... Так вот, и в этом смысле, конечно, ну, как бы, к семнадцатому году здесь все было, как бы, очень серьезно построено. Если бы не так, если бы, знаете, это... Есть такое, забыл, кто сказал, да, что... забыл, кто я сказал, да, дабыл, кто я только сказал, что... жандармский корпус это было самое лучшее, самое хорошо организованное... Портрея полиция готова, да. Да. Самое учреждение вообще российской империи. Все было... Самые талантливые люди шли в жандармию. Это... То есть, это... Это... Карьеры хорошие, как бы... И... Все было блестяще организовано. Абсолютно блестяще. Все продумано. Даже география... Вот тут... Каждый канал копался с... Здесь, в городе, с мыслью о том, значит, это... Как он... Как он это, значит, этот канал, какую роль сыграет во время, значит, это... Движение рабочих к зимнему дворцу. Все было продумано. Ну, как бы... Если бы... Не было бы продумано, то в пятом году Преволюция произошла. А может, еще и раньше. Но, как бы... Государство держалось климко. Война всегда расшатывает. Это... Как бы... Ну... Это... Это нормально. Потому что... Ты можешь строить армию очень тщательно. Подбирать гвардейские части по человеку. Значит, их... Это... Ну... Внедряют туда святовители, которые будут в казарме внимательно слушать. Кто там... Что там это про царятов не сказал или случайно. Следить, чтобы... Их же почти не выпускали, на самом деле. Гвардию... Гвардию... Солдат... Бардию практически не выпускали даже из... Это... Из казарма. Обычно нормальное время. Ну, как бы... Запрещали ездить на трамвай. Ну, как и всем вообще солдатам. То есть, что мы в казармах сидели, вообще не выходили. Все было продумано. Ну, война, как бы, все смешивает. Потому что казармы набиты. Тут куча народу, как бы, куда их держать. Они там, как бы, не голодные. Там... Туда-туда. Сюда, как бы... Плюс к этому... Просто... Ну, как бы... Офицеры тоже... Кадровые... Побиты. Набирают там... Это... Прампорт... Ну... Ну... Как... Ну... Ну... Как... Ну... Между прочим, если мы говорим... Вот как... Артем говорил о бывших... О бывших... Бессерах... Веншевиках... Социал-демократах... То среди солдат их было очень мало. Среди матросов чуть больше. А вот среди прампортщиков... Их было, на самом деле, дофига. Ну, я имею в виду... Это доебал-то, скорее. Прампортщиков военного времени там. Здесь тоже... А в Германии-то вообще как-то. Ну... Там-то вообще... В Абстрии. Ну, у нас тоже, на самом деле, много. Потому что... Ну... Пулеметный... Петергофский пулеметный полк. Там вот эти все офицеры, которые повели солдата на Петроград. Это кто? Это прампортщики военного времени все. Ну, и можно много привести, там, например, Раскольникова. Ну, много, как бы, таких людей, которые... Ну, собственно, ведь... Собственно, все вот эти вот... Антон Павсенко, Дебенко, Гриленко... Дебенко, нет, Гриленко. Это... Кто эти люди? Ну, это люди, которые получили высшее техническое образование. Потом, значит, их... Ну, как система была, как и сейчас. Ну, недавно. То есть, офицер, он... Его брали там, ну, так, к школу. Он брал по полной определяющимся. Он получает... Погода, значит, это вот он праващик. Они сентральны уже очень большие ролики праващики. То есть, в этом смысле война расшатывает. Это всегда так. То есть, сначала война, она укрепляет... Ну, за счет атриартизма, за счет того, что... А потом она начинает расшатывать очень быстро. Ну, просто потому что... Идеальную машину... Может, плохую машину, она может укрепить. Но идеальную машину, вот эту бюрократическую машину царской империи военной, можно было только расшатать. Ну, как в ходе войны. Ну, недавно хуже стало. Ну, хотя бы, там, те ее части, которые, ну, как бы, не воевали, там, вот туда ничего. Полиция, например, жандармерия. С ними все оставалось хорошо. Ну, просто, как бы, солдат в городе было 160 тысяч. А тех видов жандаров, там, и всех, там, в десять раз меньше. Ну, как бы... Так вот. Ну, Рошад был, Рошад был. Понимаете? Нет. Не в том, что я все говорю. Просто вообще по сегодняшней обсуждаемой темы, да, я надеюсь, что быть на какой-то, ну, не знаю, если не исторической аналогии, то, по крайней мере, какой-то пандаптический, да, на вопрос сегодняшнего дня, что вы видите. Но, по задавшему тем, что у нас был больше по исторических аналогикам, для коммунного ответа, это действительно действительно такое понятие. Мне интересно, насколько мы вообще сейчас можем говорить о буржуарных революциях и насколько мы можем говорить о буржуарных революциях, и насколько... Какую революцию мы ждали сейчас? Двухэтапные? Нет. Двухэтапные революции – это три дисциплинисты. Нет. Вообще никакой. Я имею в виду... Хорошо, ладно. Я имею в виду перетекающего напротив. Я имею в виду будет эта буржуарная революция, такой вот аналогичный федеральский. Ну, вот, мое точное зрение, как бы, что если мы имеем в виду реальную социальную революцию, то она будет иметь только один этап. Да, конечно. Потому что, как бы, в принципе, буржуарная революция в большинстве стран мира, кроме этого, может быть, Афганистана или какого-нибудь, не знаю, Бутан. Ну, вот они все равно произошли, как бы... Да, посадили. Произошли они в большинстве. Да, очевидно, что мы не можем все это сделать, потому что... было бы, чтобы буржуазия взяла власть, потому что буржуазия уже является врачей власти. Единственное, что... Сейчас в власти находятся разные группировки буржуазии. Да. И власти этих группировок буржуазии, она организована по-разному. Ну, вот. То есть есть, как бы, режимы более авторитарные, есть менее авторитарные... Вот, если, кстати, мы посмотрим историю страны Латинской Америки, я очень, кстати, всем рекомендую изучить историю Латинской Америки в 19-м столетии, очень похожую на нашу нынешнюю историю Восточной Европы за последние 20 лет. Особенно, когда массу нет, впоследствии на выбирании консервативного режима. То есть там вот революции, там было огромное количество, это сам. Их даже еще... Кто у нас корейников? О'Генри. О'Генри прекрасно описывал вот все эти процессы, это сам. Ну, вот. Ну, естественно, все это как бы революции не было, это было как бы различно... Нет, это политическая революция. Политическая революция. Франция. Просто гуржуазная революция, типа понимаешь, это социальная революция. Ну, тот важный. Буржуазная революция – это тоже социальная революция. А политическая революция – нет... Это политическая революция. Ам, может, люди говорили о возможности просто смены правы буржуазной революции? Да конечно, SNS. Конечно, это по сутицSet всегда может быть. И все вот такие бреды. Просто... Вашего аттимулятора что-то прежде всего, без рабочий классик? Не обязательно давец sitä, абсолютно не обязательно. Но гуржуазная революция всегда очень связана? Нет, не надо. Вот еще раз. Есть буржуазная революция. Это революция формационная. Переход от феодализма к капитализму. Это называется буржуазная революция. Бывает политическая революция в буржуазном государстве. Это неформационная революция. И в ней рабочий класс не обязан играть предыдущую роль. Ну, просто потому что это неформационный переход. Важный вопрос. Рабочий класс. Скажем, видите, французская революция, рабочий класс тоже играл. Были мастеровые, но они видели, они не основывались какой-нибудь этот рабочий класс. Они очень часто были выразителями своих интересов хозяев мастерских, в которых они работали. То есть они были классом в себе. И сейчас это общая проблема, что у нас, прежде всего, в нашем регионе, рабочие очень часто себя не создают. Они не организованы в классовой организации. И поэтому это ставит большое приоритет. Смотри, значит, ситуация такая. Может ли, как, давайте так поставим вопрос. Может ли, может ли, вот эта вот политическая революция какая-то, групповая, привести в конечном счете к социальной революции? Может, почему? Почему? По очень простой причине. Потому что любая революция разрушает государственную машину. Если государственная машина разрушена, то появляется одно возможности у всех. У всех. У фашистов, у коммунистов, у... Ну, в общем, у многого. У кого-то смелости хватит. У кого-то смелости хватит. Да. То есть возможности появляются. Ну, что нет государственной машины, нет армии. Ну, как армии, как-то, конечно, хорошо организованные силы. А возможности есть, конечно. Другое дело, что, как бы, ну, когда дальше, собственно, действительно, речь идет о том, что разные силы могут, ну, вот, быть, играть важную роль. В современном обществе, вот, политической революции. Почему? Ну, потому что, действительно, рабочий класс умеет, ну, как бы, в крупных городах уменьшается постепенно в численности. Ну, то есть быстро уменьшается, значит, на последние, там, 30 лет, да. Сейчас, на самом деле, много приведущих социальных групп в крупных городах, я имею в виду, в Москве, в Петербурге, и, собственно, ну, в значительной степени в Москве, конечно, происходящие события. И, на самом деле, многие, как бы, ну, много социальных групп, ну, как бы, промежуточных групп, которые могут сыграть важную роль в, ну, в, в политической революции. То есть не только рабочий класс. Рабочий класс, может, даже, понимаешь, если на улице выйдут, ну, там, ну, мелкая буржуласть у нас не очень большая, но у нас много, как бы, промежуточных различных групп. То есть, это вопрос, ведь, понимаешь, вопрос о том, сколько народу надо, чтобы сделать революцию. Ну, как бы, известно, сколько. 30%. Да. Чтобы было больше, чем готов к сопротивляции. Всего доброго, спасибо. Вот, у Ленина, в письмах издалека, и у него такой, один из факторов, которые повлиявшие на события, это вот вмешательство, извини, да, вот там, британскор, где-то напоминает. Ну, да. Этот вопрос широко обсуждался в последнее время. Большинство совремесерьезных историков считают, что это ни в коей мере не соответствует действительности. Причина этого очень проста. Ленин жил в Швейцарии и считал немецкие газеты. Немецкие газеты... Германия находилась в отчаянном положении в этот момент. Брюквенная зима. Только что прошла брюквенная зима. Ну, то есть, жрали немцы только брюкву, грубо говоря, если по-русски. Был страшный голод, там, ну, действительно, ну, как бы, было удивительно. По сравнению с Россией, это как бы даже, ну, близко там, здесь ничего такого не было, что было в Германии. В Германии там был в продовольственном плане, конечно, ад зимой 17-го года. Значит, и газеты искали любую надежду, ну, как бы, на революционную крах, ну, как бы, да, крах союзников. И постоянно писали разные вещи о том, что происходит в России, там, данные разведки, различных журналистов. Ленин все это читал. Ну, никаких, как бы, никаких серьезных исторических вопросов. Многие историки, ну, Калашников какой-нибудь, и многие другие, на самом деле, изучали, отвечали на него, и общий ответ такой нет. Единственное, как бы, вот, массивное влияние англосанских стран в русской революции – это, вот, массовая поддержка ими по правительству Керенского. Вот это действительно, они вливали там миллионы именно вот в Режим Керенского и обсуждали, как послать их не таков из числа русских эмигрантов, которые уже не погиб, чтобы держать вот это идея войну на заработок до победного конца. И обсуждали, вот, как переломить эту большевистскую, пронемецкую пропаганду, которую вот Ленин ведет. Ну, вот, как-то так получилось, что миллионы, которые американские и британские гирштабы, или Керенского, они как-то вот не сработали, а вот миллионы, которые немецкие гирштабы, да, Владимир Владимирович и Ленин, они привели успех, и даже на задачу с них удалось сделать все революции Германии. Ну, на самом деле, если говорить вообще о немцах, то, конечно, немцы, они действительно большие деньги вложили в движение, ну, в финское сепаратистское движение, огромные деньги вложили в эстонцев, в Бутэшей, то есть, на самом деле, ну, они действительно вели активную политику, но пытались поражить, и давали деньги Фарбусу, которые он просто украл, когда он исполивал все. Но, это, но, как раз, в общем, денег они дали много, но вот как не искали деньги, которые бы они дали Ленину, как не искали, всюду, как бы, после войны, это, американцы уж это, искали, искали, там, по архивам, ну, ничего не нашли, на самом деле. В принципе, они проводили активную политику, то есть, много кому деньги давали, и, например, в Финляндии, ну, так, в Украине, в Финляндии, они вообще, ну, в Украине, там еще абстрийцы, как бы, действовали активно, а в Финляндии, ну, они, в принципе, вот, изрядно так работали. В Украине, в общем, сыграл в Украине. Сыграл в Украине. Сыграл в Украине. Да, потому что, честно говоря, я тут читал это вспоминание участника армутской обороны. Читаю, а вот там те фильмы, он, например, про полицейского говорит, он по нашему не может. То есть, вот, почти, там, не знаю, процентов 50, это фильм. Нет, ну, не 50, но, как бы, ну, много, ну. Порядка 15 процентов фитерского рабочего класса были. Нет, ну, просто накалку надо просто. Да нет, нет, это везде, по всему городу так. А сейчас, вот, ты сам, я не знаю, с Остановщиками говорю, ну, вот, и он так, там, возмущался, типа, вот, выиграл. Он говорит, тебе-то что, вот, слушаешь, Остановщик? Он говорит, в Украине. Нет, он говорит, ты что, блин? На частных заводах станочник в Узбеке. То, как я говорю, она обороны. Ну, обороны, говорит, еще наши пока. Она говорит, на частных, вплоть до того, что, говорит, там работает станочник, он договорился с хозяином, он сына приводит, и он учится у него там сверлить на токарном станке, газировщики, почву. Это больше говорит о состоянии нашего станочного парка. Нет, ну, понятно, ну просто, понимаете, с меня это было неожиданность такая, ну, знаете, как-то я считал, что все-таки там, ну, что же, ну... Просто согласитесь, что сверломщиков можно не в твете обручить. Нет, ну, там нет, ну, там я не знаю, но фокус в том, что он видит, что это стало. Неожиданно. Я даже как-то... А он видит, чем интересен этот мужик-то. Он каждые два года меняет завод, ну, то есть, зарплаты. Он там, как бы, не требует начать, а ищет место, где получше, ну, там переходит. И вот поэтому он, как бы, так, в курсе по голову, что это творится на меня. Да мне вообще, ну, такая, ну, что я вижу. Ребята, а у вас вопросы? А если бы, нет? А если бы, будет, то как? А если бы, будет, то как? А если бы, подумать? А если бы, не жалко, просто не жалко, а если бы, пальцем, ну, я разобрался? А если бы, ну, не жалко, не жалко. А если бы, ну, не жалко, а если бы, ну, не жалко, не жалко. Если бы, ну, не жалко. Мы благодарим всех собравшинских связок за то, что... Продолжение следует.